Еще раз всем добрый день. Сегодня мы обсуждаем статью Резника «Неонтологический структурализм». Я выбрал эту статью, потому что мне, в принципе, математический структурализм интересен. И вот эта статья как раз вам посвящена. И, кроме того, в прошлый раз у нас разговор зашел о Куайне. Ну и, в принципе, статья, которую мы в прошлый раз обсуждали, там Куайнианская антология рассматривалась. И у нас были некоторые вопросы, по крайней мере, у меня были вопросы относительно Куайна. И здесь Резник тоже Куайну достаточно много времени уделяет. Для него Куайн является одним из основополагающих мыслителей XX века, на основе идей которых Резник выстраивает свою концепцию математического структурализма. Итак, приступим. Значит, статья начинается с того, что Резник выделяет своего рода несколько видов структурализма. Он говорит о том, что возможен антологический структурализм, который делится на позитивный антологический структурализм, согласно которому есть математические объекты, они организованы в структуры, и в действительности математические объекты совпадают с позициями или местами в структурах. Есть негативный еще антологический структурализм, согласно которому никаких математических объектов вовсе нет. Что же тогда является предметом математики? Математика все так же изучает структуры, поскольку это структурализм, но эти структуры являются абстракциями от чего-то нематематического. То есть, собственно, математических объектов нет. Есть какие-то другие объекты, например, физические объекты, а структуры — это удобный способ разговора о наборах объектов, которые мы можем структурировать одинаковым образом. То есть, у математики нет своих собственных объектов, но она изучает некоторые структуры, которые организованы из объектов других видов. И, кроме того, есть еще неонтологический структурализм. Собственно говоря, свою текущую позицию Резник определяет именно таким образом. О ней будет достаточно подробно в дальнейшем рассказано. Вот. Ну, статья такая, скорее, автобиографичная. Да, здесь аргументации достаточно мало, она под конец идет. В основном Резник дает некоторый описательный материал, то есть описывает, как все имеет место, описывает свои взгляды и описывает, как его взгляды менялись со временем. Да, вот он говорит, что изначально, когда он начал развивать свой математический структурализм, первая статья у него на эту тему появилась в 1975 году, он придерживался позитивного онтологического структурализма. То есть он считал, что существуют математические объекты, что они организованы в структуры, и более того, он это комбинировал с реализмом. Он считал, что структуры тоже прямо существуют на самом деле. И он считал, что структуры — это что-то типа универсалей в средневековой философии. Позже Резник начал пересматривать свою позицию. Это уже начинается в 80-х годах. В 90-х он уже гораздо больше склоняется к идеям Куайна, гораздо более открыто их начинает признавать. И вот, наконец, в этой статье, это статья 2019 года, он говорит, что он теперь считает, что правильная интерпретация его взглядов, правильная позиция, которую он занимает, — это неонтологический структурализм. Вот, собственно, что же это за такое? В этом мы сегодня поговорим. Но Резник признается, что выделять неонтологический вид структурализма значит довольно-таки сильно затруднять классификацию разных позиций и в философии математики, и в самой математике. И здесь он приводит несколько цитат из области классической математики, цитаты авторов математиков XIX века. Например, Гаусс пишет, «Математик всецело абстрагируется от качества объектов и содержания их отношений. Он лишь занимается подсчетом и сравнением отношений друг к другу». Гильберт в письме Фрегги пишет, «Безусловно, очевидно, что любая теория — это лишь строительные леса или схема понятий вместе с их необходимыми отношениями друг к другу, и что базовые элементы могут быть представлены лишь любым удобным способом». Да, ну, у Гильберта есть еще знаменитая цитата. Он возвращался со своими коллегами с одной из конференций, и пока они ждали поезда на вокзале, насколько я правильно помню историю этой цитаты, Гильберт сказал, что геометрия — это, ну, как бы вот такая математическая теория, которая описывает определенного вида, ну, современным языком можно сказать, структуры. Он говорит, что геометрия говорит о точках прямых и плоскостях, но на самом деле точки прямые и плоскости можно заменить там столы, стулья и пивные кружки, и ничего не изменится. То есть математика, какая-то математическая теория, она описывает именно структуру через структурные отношения. Понкаре тоже говорит, «Математики изучают не объекты, а отношения между объектами. Замена одних объектов другими, следовательно, для них безразлична, при условии, что отношения между ними не изменились. Содержание для них неважное, их интересует одна лишь форма». То есть вот Понкаре тоже говорит, что математика занимается изучением структур, а не каких-то объектов. Не совсем понятно, как эти цитаты надо интерпретировать. Собственно, трудность классификации состоит в следующем. Вообще, одна из основных мотиваций структурализма – это попытка избавиться от необходимости объяснять природу каких-то мистических математических объектов. Ну, мистических на первый взгляд. Непонятно, что это за математические объекты такие, то ли это абстрактные сущности, то ли это что-то другое, и надо объяснить их природу. Вот одна из задач философии математики в этом состоит. Ну, структурализм как бы пытается уйти от этой проблемы, нам нужно перенести акцент с математических объектов на структуры. Вот. И из этих вот приведенных цитат математиков 19 века неясно, какую позицию они предлагают использовать. То ли они придерживаются негативной онтологической версии структурализма, то ли они придерживаются неонтологической версии структурализма. Это пока неясно. Ну, относительно Дадекинда, например, еще можно понять. Тут не было цитата Дадекинда, но он тоже говорил о... Ну, его тоже причисляют к последователям структурализма в математике. Вот. Ну, в работе, где он рассматривает натуральные числа, он говорит, что вот все просто бесконечные системы, так он называет натуральные числа, изоморфны друг другу, но при этом есть некоторая одна эталонная просто бесконечная система, которая, вероятно, вот в платоновском смысле существует где-то, или, может быть, в уме Бога, или еще как-то. Ну, Дадекинда это, конечно, не поясняет. Но, тем не менее, вот относительно него можно однозначно сказать, что он точно придерживался позитивной онтологической версии структурализма. Вот. Относительно Гаусса, Гильберта и Пуанкаре это не совсем ясно. Вот. В чем же состоит неонтологический структурализм? А неонтологический структурализм заключается в том, что математика не рассматривает математические объекты, хотя они есть. Есть математические объекты, но математика занимается не математическими объектами, а структурами, которые из этих математических объектов составлены. То есть чем это отличается от негативной версии структурализма, от негативной версии антологического структурализма? Тем, что негативная версия антологического структурализма утверждает, что никаких собственно математических объектов нет. Есть структуры, которые изучаются математикой, но эти структуры составлены из объектов других видов, не математических. Вот неонтологический структурализм говорит, что математические объекты есть, но математика их не изучает. Она рассматривает только структуры, которые из них созданы. Ну, в чем преимущество неонтологического структурализма с точки зрения Резника? Одно из преимуществ состоит в том, что для негативного антологического структурализма возникает проблема существования структур без реализации. Ну, то есть мы можем какую-то создать математическую теорию, для которой, по идее, не будет модели. То есть если нет абстрактных объектов, что их существование отрицается в негативном антологическом структурализме. И, например, мы не можем найти соответствующие объекты других видов, например, среди физических объектов, которые бы эту теорию реализовывали, то тогда, получается, в теории нет модели. А если в теории нет модели, то это не очень хорошо. Тогда, если мы в области классических рассуждений находимся, то отсутствие модели – это значит противоречивость. Мы должны будем признать, что такая математическая теория является противоречивой. Хотя, может быть, вполне доказано, что она непротиворечива. Тогда у нас будет противоречие вообще в явном виде. Либо же мы можем предполагать, что такая математическая теория, которая какую-то структуру описывает, но никаких объектов нет, никакими объектами эта структура не реализуется, тогда, может быть, эта математическая теория является и непротиворечивой, но при этом она является пустой истиной. То есть она, по идее, ничего не сообщает. Зачем такая теория нам нужна? Непонятно. Разные сторонники структурализма по-разному решали эту проблему. Например, Гильберт говорил о том, что непротиворечивости теории достаточно для того, чтобы математические объекты соответствующие, ну, точнее, не математические, да, а какие-то объекты существовали для этой теории. Сейчас теория непротиворечива, значит, объекты существуют. Мы просто их еще не нашли. Или, например, Хелман, который модальный структурализм предложил, с его точки зрения, если возможно, что рассматриваемая структура может быть реализована, то тогда никакой проблемы пустой истинности не возникает. То есть, может быть, в нашем, в актуальном мире и нет такого набора объектов, которые реализуют соответствующую структуру, но, может быть, в каком-то другом возможном мире такой набор объектов есть. Вот. Как возник структурализм? Структурализм возникает вот именно этот вариант, потому что структурализм много разных. Есть французский структурализм, есть структурализм философии и науки. Много всяческих вариантов структурализма. Вот этот вот математический структурализм, который, собственно, обсуждается в статье, он возникает в 60-х годах, в 60-е и 70-е годы 20 века. Возникает он из-за потери интереса к логицизму, интуиционизму и формализму и из-за некоторых работ Клайна, а именно из тех работ, где Клайн критикует понятие априори и где он продвигает идею натурализированной эпистемологии. Кроме того, еще в 60-е и 70-е появляются работы Бенцерафа. Две важных статьи. Одна «Чем не могут быть числа» и другая «Математическая истина». Бенцераф, рассматривая сводимость арифметики натуральных чисел к теории множеств, аргументирует, что числа вообще не являются объектами. Ну, это можно даже дальше обобщить. Получается, что ни один математический объект не является объектом с точки зрения Бенцерафа. И, кроме того, математика изучает структуры, говорит Бенцераф, но эти структуры — лишь удобный разговор, лишь удобный способ говорить об изоморфных наборах объектов. И позиция Бенцерафа — это элиминативный структурализм, что нет никаких структур, нет никаких математических объектов. И математика изучает структуры, которые с помощью вещей как-то создаются. Это аргументация у него в статье «Чем не могут быть числа». А вторая статья «Математическая истина», там он говорит о том, что нам необходимо сочетать адекватную эпистемологию с объяснением языка математики. То есть он рассматривает сначала платонизм математический, и говорит, что вот эта позиция вроде бы достаточно интересная, она привлекает много исследователей, она отвечает на вопросы о природе математических объектов и позволяет нам легко объяснить язык математики, то, как язык математики работает. Индивидные константы у нас обозначают какие-то математические объекты, которые платоновскими сущностями являются. Соответственно, переменные пробегают по множествам таких объектов, ну и так далее. Предикаты — это какие-то одноместные функции из этих объектов, выстинностные значения и так далее. То есть мы можем использовать стандартную семантику в духе альфредотарского для того, чтобы объяснить, как работает математический язык. Более того, у нас получается унифицированное объяснение математического языка. Оно, в общем-то, ничем не отличается от объяснения фрагмента обыденного языка и языка естественных навыков. Там тоже у нас семантика тарского вполне себе может использоваться. Не для всего, конечно, обыденного языка, но для какого-то части. И получается, что у нас язык математики ничем не отличается от этих вот двух других языков, если так можно выразиться. Объяснение — то же самое получается. Но при этом у нас возникают проблемы с объяснением того, откуда мы вообще знаем математические истины. Мы не можем взаимодействовать с этими платоновскими сущностями как-то напрямую. У нас вера в математическую интуицию к 60-м годам уже пропала в какое-то созерцание в кантовском духе. И все это исследователи уже признали как какими-то мистические выдумки. Зов бытия никакой нас не зовет и ничего нам не рассказывает о математических объектах. Тогда как же мы можем знать математические истины? У нас эпистемология математики в таком случае провисает. Мы не можем каузальную теорию знания использовать, не можем релайбилизм использовать. В общем, у нас нет никаких вариантов объяснения, откуда мы знаем математические истины. С другой стороны, мы можем поступить иначе. Мы можем начать с эпистемологии. Это вот вторая часть статьи Бенцера. Мы можем сначала построить эпистемологию, ну, такую человеческую в духе интуиционизма или конструктивизма, или конвенционализма, например. А после этого уже дать объяснение математического языка. Ну, то есть, как бы, антологию, по сути, построить. Ну, тогда у нас получается, что эпистемология-то у нас в хорошем положении находится, а вот объяснение языка у нас уже будет каким-то достаточно странным. Оно будет очень сильно отличаться от объяснения обыденного языка и языка естественных маук. Потому что нам придется строить либо теоретико-доказательную семантику, либо какую-то верификационистскую семантику в духе Даммита, например. В общем, это очень многих не устраивает. Вот. Да, и язык математики будет сильно отличаться. Что это такое? Какой-то новый язык вообще с новой структурой. Почему он должен именно так объясняться? Совершенно не ясно. Вот. То есть, получается, что у нас такая дилемма. Мы либо имеем хорошее объяснение антологии языка в ущерб эпистемологии, либо мы имеем хорошую эпистемологию, но в ущерб антологии и хорошему объяснению языка. Вот. Динсерев в этой статье «Математическая истина» говорит, что надо как-то уметь сочетать и хорошую антологию, и семантику, соответственно, и хорошую эпистемологию. Надо как-то их одновременно развивать, чтобы у нас философия математики была адекватной. Ну, Резник присутствовал на докладе Бенцерафа, который был сделан в 1973 году. Это, собственно, вот статья «Математическая истина». И Резник в этой статье говорит, что один из участников дискуссии, Шатабриан, высказал устно такое предположение, что, может быть, мы можем использовать наблюдение как источник математического знания. Ну, подобно тому, как мы используем наблюдение как источник знания о физических свойствах. Физические свойства – это тоже какие-то объекты, которые в окружающем мире достаточно трудно найти. Мы, конечно, можем говорить о том, что какое-то тело движется с определенной скоростью, какое-то конкретное тело, вот у него конкретная скорость. За какое-то конкретное время оно проходит конкретное расстояние. У этого тела может быть какое-то конкретное ускорение, например. Но когда мы обобщаем этот разговор и строим физические теории, мы говорим о скорости вообще, о расстоянии вообще, о времени вообще, об ускорении вообще без относительно каких-то конкретных физических тел. Что это за сущности, как бы тоже непонятно. Это тоже какие-то математические абстракции. Но мы же ведь какое-то знание о них имеем. Мы о них имеем знание, вот наблюдая за физическими свойствами конкретных отдельно взятых объектов. Вот, может быть, говорит Шатабриан, мы можем точно так же, наблюдая за окружающими объектами, получать знание математических свойств. То есть получается, что эпистемологию математики Шатабриан предполагал выстраивать на основе способности получать знание свойств. Мы через наблюдение свойства узнаем и, соответственно, можем какие-то математические свойства тоже из этого получить. А Резник в тот момент, он признается, он задался вопросом, почему мы должны о знании свойств говорить? Давайте говорить о знании паттернов. Собственно говоря, это привело к тому, что Резник в 75-м году первую свою работу опубликовал по поводу математического структурализма, где он говорил о том, что математика занимается паттернами, вот этими шаблонами. Ну, и да, и он развивает эпистемологию именно. В первую очередь развивает эпистемологию того, каким образом эти паттерны у нас появляются. Ну, надо еще терминологическое внести некоторое пояснение. Резник в большинстве случаев термин структура и паттерн или паттерн используется анонимично. То есть для него это, в принципе, одно и то же. Вот. Что же это за паттерны такие? Паттерны — это какие-то штуки, которые можно расширять, их можно копировать, соединять друг с другом, можно находить одни паттерны в других, можно трансформировать их друг в дружку, и можно, конечно же, абстрагировать от опыта и других паттернов. И вот в других работах Резник развивает вот эту вот свою эпистемологию для структурализма. Он говорит о том, что вот наши предки сначала наблюдали разные вещи, какие-то явления вокруг себя, потом они стали замечать, что между предметами есть сходство, они выявляли структурное сходство, потом образовывали классы эквивалентности, если говорить современным языком, потом эти классы эквивалентности получали какие-то собственные имена, и таким образом формулировались такие вот абстрактные понятия. Да, у него такая достаточно спекулятивная картина дается, спекулятивная эпистемология, но в других работах Резник говорит, что в принципе она достаточно хорошо ложится на некоторые разработки в области когнитивной психологии, там на Пиаже он ссылается, и на некоторых других психологов, которые, в общем-то, конкретным материалом могут его спекулятивную эпистемологию как-то подтвердить, ну или точнее наполнить. Вот. Вот. В чем же преимущество использования вот этих самых паттернов? С помощью них можно объяснить, почему к разным проблемам мы подходим одинаково, можно объяснить, почему к одним и тем же проблемам есть много разных подходов, можно объяснить, почему оснований математики разных много, есть теория множеств, можно еще какие-то другие основания математики думать, вот. Вот. И также можно объяснить причину того, что математическое знание не является знанием каких-то отдельных объектов, да, и какого-то отдельного вида объектов. Вот. Как позиция Резника развивалась? От начальной позиции к ближе к Лайну. Вот. Я уже много раз сказал, что в 75-м году в этой своей первой статье Резник понимал паттерны как универсали. Вот. И математическое знание, он связывал со знанием музыкальных и лингвистических паттернов. Он говорил о том, что вот мы знаем, ну, узнаем язык, да, язык – это тоже какая-то очень странная абстрактная система, с помощью наблюдения просто. Вот мы наблюдаем за тем, как язык используют другие люди, и постепенно какие-то структурные сходства обнаруживаем, и таким образом мы изучаем язык. И то же самое относительно музыки. Вот. Мы слушаем музыку, потом начинаем выделять там разные высоты, длинные ноты там и так далее. Всякие длительности, там, ритм, период, и всякие вот такие вот у нас понятия появляются. И в конце концов мы как-то это вот все множество разных звуков структурируем, и вот у нас получается красивая такая очень-очень математическая даже теория. Вот. Ну, то есть получается, что с его точки зрения опыт – это путь к знанию чего-то абстрактного, вот этих вот самых абстрактных структур. Ну, постепенно Резник начинает поддерживать идеи онтологической относительности квайновские и идею такой холистской эпистемологии науки. Несколько нюансов относительно квайна. Значит, с точки зрения квайна… Ну, это те нюансы, которые нам понадобятся. С точки зрения квайна задать онтологию теории – это значит интерпретировать эту теорию с помощью какого-то зафиксированного домена. Вот у нас есть теория – это просто какая-то синтаксическая конструкция. Это значки, которые определенным образом друг с другом связаны. Мы даем этим значкам интерпретацию. Интерпретацию мы даем этим значкам с помощью какого-то выбранного нами домена. Ну, то, что иногда называется подразумеваемой моделью. Мы построили какую-то красивую синтаксическую теорию и думаем, что вот эта теория, наверное, о натуральных числах. То есть у нас есть зафиксированный домен, и мы предполагаем, что эта теория этот домен описывает. Ну, онтология будет относительно интерпретации. То есть если мы выберем какую-то другую интерпретацию, то тогда у нас, соответственно… То есть интерпретируем с помощью какого-то другого домена, то у нас, получается, онтология теории тоже поменяется. Да, и вот эти вот знаменитые утверждения Квайна о том, что мы можем говорить об объектах, а можем говорить о миреологических дополнениях этих объектов, да. В общем-то, никакой разницы не будет. Что же там на самом деле существует, да, в антологии? На самом деле мы не можем ничего сказать. Антология относительно интерпретации. И что такое антология в абсолютном смысле, этого не знает никто. Всегда мы вынуждены давать какую-то интерпретацию. Иначе просто невозможно. Да, и есть знаменитая вот эта вот крылатая фраза Квайна. Категоризация начинается на расстоянии вытянутой руки. То есть уже в окружающем нас, непосредственно окружающем нас мире, мы вынуждены как-то фиксировать объекты и их использовать для интерпретации теории. Резник говорит, вот эта вот идея антологической относительности, она позволяет решить проблему множественных редукций. Ну, то есть, получается, что не существует такого факта, который бы определял, какое сведение, например, теории чисел к теории множеств является правильным. Ну, так как описываемая структура, структура, которую описывает теория чисел, она много раз встречается в структуре, описываемой теорией множеств. Теория чисел может интерпретироваться, например, в теории множеств следующим образом. Мы можем говорить, что числа обозначают нумералы цермела. Она может интерпретироваться другим образом. Мы можем говорить, что числа обозначают конечные ординалы фон Неймана. Можем интерпретировать еще по-другому каким-то, другим способом. В общем, количество этих возможных интерпретаций бесконечно. Да, это вот Резник говорит о том, что онтологическая относительность позволяет решить проблему множественных редукций. Ну, то есть, получается, что с точки зрения Резника нет такого факта, который бы определял, какое сведение теории чисел к теории множеств является правильным. Ну, так как описываемая теория чисел структура много раз повторяется в структуре описываемой теории множеств. Мы можем интерпретировать натуральные числа как нумералы цермела, как конечные ординалы фон Неймана и много разными другими способами. Кроме того, Квайн говорит о том, что тождество и референция тоже относительны. И Резник эту идею использует следующим образом. Он говорит, что нет такого факта, который бы говорил что-то нам о тождестве позиции с чем-то вне того же самого паттерна, который мы рассматриваем. Здесь Резник использует метафору геометрической точки. Вот геометрическая точка, взятая сама по себе, она ничем не отличается от другой взятой самой по себе геометрической точки. Они никакими свойствами не обладают, которые позволили бы их различать. Но если геометрические точки находятся на плоскости, если между ними есть какие-то отношения, если там есть еще, может быть, какие-то объекты, то тогда мы эти геометрические точки можем отличать. Например, мы можем сказать, что одна геометрическая точка является вершиной угла противолежащего гипотенузе в прямоугольном треугольнике. А другая, например, точка, она является вершиной угла, образованного гипотенузой и меньшим катетом. Это разные точки, получается, и они различаются именно благодаря структурным отношениям, которые имеют место на данной плоскости. Сами по себе точки мы отличить не можем. И получается, что когда мы рассматриваем позиции внутри структуры, тогда мы их можем различать друг с другом. Но позиции одной структуры и позиции другой мы сравнить никак не можем, потому что они в разных местах находятся. Между ними никаких отношений структурных нет. И, соответственно, нет никакого факта о тождестве. И, кроме того, если у нас есть, например, какой-то объект, и есть структура, и вот в этой структуре есть какая-то позиция, мы не можем также установить тождество между этой позицией и нашим каким-то там произвольно взятым объектом. Просто потому что этот произвольно взятый объект структуре не принадлежит и, соответственно, ни в каких структурных отношениях не участвует. Вот. Да, ну и структура, конечно, описывается какой-то математической теорией, поэтому сравнивать две математические теории, говорить, что числа из одной теории – это множество, из другой теории – это, ну, получается, что нет факта относительно тождества здесь. Мы можем как-то произвольно задать это тождество для своего удобства, но как такового факта нет. Нет возможности определить, является, например, представление натуральных чисел как нумералов цермела правильным или же правильным будет представление натуральных чисел как конечных ординалов фоннеймора или еще каким-то способом. Вот. Кроме того, референция вообще говорят дважды относительно. Она относительно принятию включения структуры как чего-то зафиксированного и она относительно приписыванию референции. Ну, вот если мы вспомним, как обычно задается семантика для первопорядковой логики, то ситуация у нас такая, ну, условия истинности, да. Условия истинности в семантике первопорядковой логики определяются через модель и функцию приписывания значений переменным, индивидным переменным. Вот. Функция приписывания значений индивидным переменным может варьироваться. И объяснение условий истинности для квантеров, оно как раз на этой идее основано. Что же такое модель? Модель — это домен и плюс функция интерпретации. Функция интерпретации дает значение для индивидных констант, для предметных предикаторов и для предметно-функциональных констант. Вот. То есть функция интерпретации тоже может меняться. То есть, смотрите, может меняться домен, может меняться функция интерпретации, то есть модель может меняться, и может меняться еще функция приписывания значений переменным. Мы берем, например, какую-то теорию, допустим, арифметику натуральных чисел и пытаемся ее интерпретировать. Для начала нам надо зафиксировать домен, на котором будет делаться интерпретация. Например, мы выбрали множество. С помощью множества будем интерпретировать. Потом нам надо зафиксировать интерпретацию. Нам нужно сказать, что число 1 обозначает вот это множество, число 2 обозначает вот это множество. Но интерпретация же тоже может меняться, точно так же, как и домен. Соответственно, у нас есть вот такая двойная относительность для референции. Что же обозначается именами, сингулярными термами, индивидными константами для чисел, совершенно непонятно. То есть получается, что не может быть факта об указании некоторой константы на позиции в других включениях той же структуры. Даже если эти структуры будут конгруентными. Конгруентность – это у Резника самое сильное отношение эквивалентности между разными структурами. Ну, то есть получается, что у нас индивидные константы, они, конечно, могут обозначать определенные позиции в зафиксированных включениях структуры. Но при этом они не имеют критерия втождества вне структуры. То есть мы как бы волюнтаристски можем сказать, что пусть числа – это, не знаю, нумерал и цармел. Но никакого факта за этим нет. То есть это утверждение тождества, оно не будет ни истинным, ни ложным. Потому что нет ничего относительно него. Вот. И так появляется у нас как бы математика без антологии. Резник говорит, что мы, в общем-то, благодаря идеям антологической относительности сомневаемся в том, что можно приписать какую-то антологию математике, как это в антологическом варианте структурализма делается. Почему? Ну, во-первых, это противоречит идее антологической относительности. Во-вторых, это приводит к проблемам, техническим проблемам при разработке теории паттернов. Да, ну, возникают те же самые проблемы, которые возникают при построении теории множеств. Мы не можем построить множество всех множеств, например, или множество всех ординалов, например, построить, или множество всех множеств, которые не содержат себя в качестве своих элементов. Вот. Всякие такие конструкции невозможны. здесь у нас точно также допустим мы построили теорию структур ну теорию паттернов у нас возникает вопрос а каким образом эта теория описывает структуры если она их описывает точно так же как математика описывает свои структуры то тогда получается что должна быть какая-то сверх структура которая нашей теории не описывается тогда наша теория как бы и ограничена но она претендует на то чтобы описывать все структуры вот есть такой какой-то налет противоречивости в этом да и здесь можно также вспомнить квайна квайн например говорит что в общей теории мира объекты служат лишь указателями которые мы можем переставлять или заменять как нам угодно при условии что мы сохраняем структуру вот как это у квайна говорится предложение к предложению то есть перевод должен для вот этого теории выполняться вот таким вот образом чтобы каждому предложению было был подобран какой-то эквивалентный перевод и например по поводу льюиса по поводу льюисовского структурализма квайн тоже говорит замечательную фразу моя собственная линия это еще более масштабный структурализм применяемый конкретным и абстрактным объектом без разбора на улице там только об абстрактных объектах было а квайн говорит что и конкретному к абстрактным без разбора применяется структурализм ну и также квайн например заявляет что глобальный структурализм относится не к антологии а к методологии антологии и таким образом является частью эпистемологии это натурализированная эпистемология получается вот и антологическая относительность как бы часть этой самой натурализированной эпистемологии как связаны антология и наблюдения ну согласно квайну 1 однозначно отображение антологии теории в другой домен то есть переинтерпретация теории с помощью другого зафиксированного домена сохраняет связь изначальной теории с наблюдением то есть вот у нас есть теория мы ее интерпретируем одним способом эта интерпретация подтверждается наблюдением можем интерпретировать другим способом главное чтобы там у нас имелось 1 однозначное отображение тогда у нас будет новая антология и она будет точно также поддерживаться наблюдением как первое вот но для квайна важен принцип исключенного 3 он придерживается классической логике поэтому любое утверждение тождества будет иметь какое-то определенное истинностное значение несмотря на антологическую относительность это что мы у резника до этого увидели вот и получается у нас тогда что сведение одной теории в другой должно сохранять лишь структуру теории антология же элиминируется а вот это вот идея квайна об экспликации как элиминации мы берем какую-то теорию она у нас например говорит о числах мы говорим хорошо давайте мы чётном числа не нравится давайте мы переинтерпретировать теорию на другом домене нам нравится множество давайте будем понимать под числами множество определенного вида хорошо сделали такую переинтерпретацию что мы этим достигли мы достигли того что никаких чисел нет все нам не надо говорить больше числах это какие-то вымышленные объекты квайн иногда говорит о виртуальных объектах, когда имеет в виду то, что в дальнейшем может быть элиминировано. Вот, ну, для Квайна понятие вещи является каким-то концептуальным аппаратом, какой-то синтенциальной структурой, которая связана с опытом через предложение наблюдения. И можно сохранить эту синтенциальную структуру и ее связи с наблюдением, но при этом изменить антологию. Да, вот, как только что я привел пример с интерпретацией теории чисел в теории множества. Вот, но Резнику, в общем-то, не очень нравится вот этот вот разговор об объектах, и он предпочитает перейти к разговору о теориях. Но при этом вот он говорит о том, что его позиция не сильно-то меняется на самом деле, хотя меняется только акцент. Вот, у Резника в достаточно старых статьях, там, в начале 80-х и потом в его книжке 97-го года, есть такая вот цитата. Объекты математики, то есть сущности, обозначаемые математическими константами и квантерными выражениями, сами являются атомами, без структурными точками или позициями в структурах, и как таковые не обладают тождественностью или чем-то, и не могут, ну, или какими-то различимыми особенностями вне структуры. Вот, ну тогда, говорит Резник, получается, что математика изучает какие-то странные объекты. Что это за объекты такие? Объекты математики, которые без структурной точки, какие-то позиции в структурах, они не обладают тождественностью вне структуры. Может возникать много всяких вопросов относительно этого. Поэтому Резник говорит, что надо перенести акцент с объектов на теорию. И тогда у нас главный тезис структурализма Резника будет сформулирован вот таким вот образом. Математика говорит об объектах для того, чтобы описать или представить структуры. С точки зрения математической теории, динатат, ее константы, квантерных выражений могут равным образом быть точками или позициями в структуре или структурах, так как теория не приписывает каких-либо идентифицирующих особенностей вне рассматриваемой структуры или структур. Вот, и то есть в этом вот разговоре о теориях структурализм Резника, в общем-то, сохраняется, ну, основная часть. Теперь вместо позиций в паттернах у нас теории, сингулярные термы и квантерные выражения. Затем вместо отсутствующего факта о тождестве позиций, описанных в теории чисел и теории множеств, например, у нас отсутствие факта о том, какая интерпретация теории чисел в теории множеств является верной. То есть не о тождестве объектов, да, о правильности интерпретации у нас теперь отсутствующий факт. У нас утверждает, что математика изучает паттерны, да, но разговор о математических объектах есть разговор о позициях в этих паттернах. Да, ну, естественно, мы изучаем математику путем построения теории каких-то. Вот, при этом Резник говорит о том, что у нас также сохраняется математический реализм и его постуляционная эпистемология, вот там, где постулируется абстрактный объект на основе наблюдения. Вот, но также он здесь признается, что он хотел бы развести структурализм и математический реализм. Вот, ну и получается, как бы, что математические объекты — это объекты, так как они являются значением первопорядковых переменных. Но они являются объектами не потому, что они являются теми или иными объектами, обладающими какими-то свойствами и данными нам в некотором независимом контексте. Да, вот как я упоминал бенцерафа в начале, потому что с точки зрения бенцерафа математические объекты не являются объектами. Вот, с точки зрения Резника математические объекты являются объектами, но объектами в особом смысле, в смысле того, что они являются значениями первопорядков переменных и не более того. Вот, теперь, собственно, эта вот завершающая часть статьи, она посвящена критике структурализма. Резник здесь несколько критических замечаний озвучивает по отношению к структурализму и показывает, как на эти замечания может ответить его новая версия вот этого неонтологического структурализма. Значит, структурализм утверждает, что математические объекты не имеют свойства вне структуры. Некоторые критики говорят, что, ну, конечно же, математические объекты обладают свойствами. Например, обладают свойствами быть абстрактными или быть предметом исследования и так далее. Ну, Резник на это отвечает так, что структурализм с акцентом на теориях этой критике не будет подвержен, потому что это структурализм не в объектах, это структурализм о математических теориях. То есть объекты, которые там в этих структурах участвуют, они, конечно, могут какими-то свойствами обладать, но просто математике эти свойства неинтересны. Второе критическое замечание – это замечание по поводу паттернов со структурно неразличимыми позициями. Ну, допустим, вот мнимая единица и минус мнимая единица. Резник на это замечание говорит, что любая математическая теория, которая постулирует объекты без возможности их различения, имеет дефект. Да, ну, то есть мы не можем отличить мнимую единицу и минус мнимую единицу. Они как бы получаются неразличимы даже внутри структуры оказываются. Но это просто дефект математической теории. Да, и тут Резник приводит цитату из Льюиса, такую достаточно интересную. Осмелимся ли мы сказать это геометрам и тем, кто занимается комплексным анализом, что их теории имеют дефекты. Вот, ну, также Резник упоминает, что есть еще ответ Шапиру, в котором используется гипотеза постоянных параметров. Ну, об этой гипотезе немножко подробнее дальше будет. И гораздо большее внимание Резник уделяет рассмотрению критических замечаний, высказанных Джоном Бёрджесом. Вот, Бёрджес говорит, что большое количество математических объектов можно рассматривать как типы эквивалентности. А структурализм уже рассматривает их только через отношения друг с другом. Ну, и Резник отвечает на эту критику так. Структурализм рассматривает как позиции в структуре только объекты, над которыми в теории выполняется квантификация, но не объекты, которые нельзя заменить связанными переменами. Здесь, естественно, нужно вспомнить знаменитый принцип Йома. Число объектов F равно числу объектов G, тогда и только тогда, когда F и G равномочны. Есть однооднозначное отображение между F и G. Вот, здесь у нас равенство со звездочкой используется. Вот это очень важно учесть. С точки зрения Берджеса, вот это выражение, число объектов F, представляет собой ответ на вопрос о количестве. Резник при этом говорит, что число объектов F не обязательно является объектом, оно может быть виртуальным классом. Например, как у Квайн. В его работе теория множеств и ее логика. Квайн описывает виртуальные классы как некоторые квази-объекты, как какую-то удобную нотацию, как некоторый синтаксический сахар, который сводится к логическим терминам и предикации. То есть мы можем, вот в этой работе, да, теория множеств и ее логика, Квайн говорит о том, что он будет рассматривать теорию виртуальных классов. Где виртуальные классы, это вроде как обычное множество, да, и там есть отношение принадлежности элементу множества, но в действительности это просто удобный способ говорить о некоторых сложных логических конструкциях. И в итоге у него все теоретико-множественные понятия сводятся к определениям логических терминов и отношению предикации. То есть как бы сама по себе вот эта вот конструкция теории множества нам не требуется, получается. Как виртуальные классы мы можем множество понимать. Ну, здесь следует учитывать, что вот это вот число f, оно не является сингулярным термом. Да, отношение равенства вот здесь со звездочкой, оно не обозначает тождество между объектами. И в частности оно не определено для переменных. Вот, однако мы все же можем выразить некоторые операции над конечными кардинальными числами и некоторые аксиомы Дедекинда-Пиана. Ну, например, мы можем вот что-то вот такое вот сказать, да, что для всякого числа есть следующее число. Вот, ну, есть и некоторые достаточно существенные ограничения. Во-первых, мы не можем предикацию для произвольного предиката выражать относительно числа объектов f, поскольку они не являются сингулярным термом. Вот, кроме того, у нас ограниченный вариант индукции, то есть это вот последняя аксиома Дедекинда-Пиана. Она у нас не целиком в этой теории может быть выражена. И также нельзя выразить утверждение о том, что нечто является числом. Ну, обычно это делается так, что существует z такой, что z является числом тогда и тогда, когда z совпадает с числом каких-то f, например. Вот, поскольку у нас z это переменная, а вот это отношение равенства со звездочкой, оно для переменных у нас не определено, то, соответственно, мы не можем такое выразить. Вот, ну, вообще говоря, для теории чисел требуется квантификация над числами, да, и, значит, они в любом случае будут считаться позициями в структуре, то есть объектами именно вот в резниковском смысле. Связь вот этих вот чисел как объектов, да, как позиций в структуре с виртуальными числами, она будет зависеть от конкретного языка и конкретного формализма, да, и квайнтам вот в этой работе. Теория множества, ее логика, он это достаточно подробно описывает. Вот, следующий аргумент, который Бюрджис использует, такой, структурализм не работает в случае теории множества, так как нет категоричной теории, описывающей итеративные иерархии, ну, то есть нет какой-то одной единственной взятой структуры. Ну, теория множества в структурализме, получается, привязана к какому-то конкретному набору аксиом, поменяем набор аксиом, у нас другая структура будет, и поэтому она не может объяснить, ну, структурализм не может объяснить деятельность математиков по выработке новых аксиом. Допустим, принять ли нам аксиому конструктивности или принять ли нам аксиому существования какого-нибудь бесконечного ардинала, допустим, вот, есть кардинала, вот, не совсем понятно, как это все в рамках теории множеств работает. Ну, Резник на это отвечает так, что вот эта вся деятельность, которая ведется математиками по выработке новых аксиом, она не отличается от раннего этапа развития аксиоматической теории множеств, в общем-то, и мы всегда можем предполагать, что теория, структура описываемой теории, она описывается ей частично, и теория просто предполагает, что объекты подобны позициям в структуре до тех пор, пока мы не выработаем, наконец, какую-то более, более полную, что ли, концепцию, более полную математическую теорию. Вот, ну, более того, не ясно, почему теория множеств вообще должна описывать какую-то единственную структуру, а не класс структур, подобно некоторым алгебрическим теориям, типа теории групп. Теория групп тоже не категорическая теория. Да, вот если для арифметики, например, доказано, еще Декин доказал, что арифметика натуральных чисел является категоричной теорией. Для арифметики действительных чисел тоже доказано, что это категоричная теория, то есть структура всего одна. Для теории множеств обычно говорят, говорят о том, что она квазикатегоричная. Ну, то есть вроде как структура совпадает, но при этом мы уже можем с разных ур-элементов начинать построение итеративной иерархии. Соответственно, у нас разные иерархии получатся. Вот. И еще один аргумент Бёрджеса, следующий. Бёрджес говорит, что для практического математика, ну, то есть математика, которая действительно занимается математическим исследованием, тут имеется в виду практику математического исследования, актуальным является понятие индифферентности к отождествлению. Да, это... И причем это понятие является также одной из основных мотиваций для структурализма. То есть мы символы понимаем как некоторые постоянные параметры. Вот это вот как раз гипотеза постоянных параметров Шапира. Да, мы можем там вещественно замкнутое поле определить по додекинду, по вейш-трассу, по кантру. Вот. Но когда математик говорит, что пусть r будет одним из них, да, без разницы, какое именно имеется в виду. Ну, с точки зрения Бёрджеса структурализм из этого делает какие-то далеко идущие антологические выводы, обобщает до всей математики, но при этом, опять же, теория множества является исключением, да. Она не дает каких-то индифферентных отождествлений, и она не имеет фоновой теории, которая давала бы нам какие-то альтернативные универсумы множества. Ну, Резник на это отвечает тоже следующим образом. Альтернативных антологий для оснований, конечно же, нет, иначе бы они основаниями просто не были. Раз теория множества у нас мыслится как основания математики, то вот нету никакой теории, которая была бы основанием для основания математики, поэтому тут как бы и претензия-то непонятно, к чему вообще высказывается. Но, говорит Резник, даже для ЗФ есть альтернативные итеративные иерархии, да, когда мы берем разные первоэлементы, разные уроэлементы. Например, мы можем сразу же взять, сказать, что на нулевой стадии существуют все натуральные числа, а на первой стадии мы, соответственно, сформируем все возможные множества. То есть тогда у нас получается, что уже на первой стадии мы построим первый бесконечный ординал. это будет отличаться от того, что мы будем строить итеративную иерархию, если у нас нет вообще ничего, да, на первой стадии у нас пустое множество будет построено. И вот этот бесконечный ординал будет построен еще только там, где-то далеко-далеко. Кроме того, есть попытки обосновать теорию множества с помощью теории категории. Ну и получается, что на практике вот эта вот пара, да, и на практике получается, что вот это вот V, это множество всех стадий итеративной иерархии и отношение принадлежности элемента множества, оно тоже является, в общем-то, постоянным параметром. Ну и надо, конечно, помнить, что в будущем основания могут стать частью суперструктуры, да, основания могут поменяться. Ну, какая-то новая будет теория разработана, которая будет основанием математики. Почему бы нет? Почему надо обязательно останавливаться на теории множества? Вот, ну и здесь, конечно же, антологическая относительность опять играет свою роль, да, нет никакого факта о том, какие основания являются верными. Просто потому что мы можем по-разному все математические теории интерпретировать в духе антологической относительности, да, разные домены фиксировать, соответственно, разные антологии у нас будут, вот, и никакого факта о том, какие основания верны, не будет. Вот, а структурализм – это, в общем-то, позиция, которая гораздо больше, чем просто гипотеза постоянных параметров, критикуемая, вот, Берджеса, например. И структурализм объясняет, во-первых, цель математики, объясняет то, почему математические теории говорят об объектах, объясняет, почему описания математических объектов являются неполными, почему некоторые методы применяются в совершенно разных областях математики, и, наконец, почему математики индифферентны касательно некоторых отождествлений, да, вот, как в случае там с полями, действительными полями. Вот, на этом у меня всё. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, попытаюсь на них ответить. Спасибо большое, Лев. У меня такой вопрос. Значит, Резник не утверждает, что математических объектов нет, что они не существуют. Они существуют. Но они не являются предметом исследования в математических теориях, так или нет? Ну да, математические теории описывают структуры, которые из математических объектов составлены. Но напрямую математические объекты никак не описываются математическими теориями. Вот у меня возникла по этому поводу некоторая аналогия. Насколько она корректна, я не знаю. Допустим, нас интересует, мы выйдем за рамки математики, мы хотим создать теорию мозга с использованием математики. Мы можем описать мозг на языке той или иной математической теории. И это у нас будет какой-то математический объект. Но у нас нет теории, в котором этот математический объект был бы объектом данной теории. То есть мозг – это математический объект, заданный внешним образом. Его можно описать не только на бесконечном, потенциально бесконечном числе естественных языков, но и на потенциально бесконечном числе неестественных языков. Например, его можно описать как очень сложную машину Тьюринга, и это будет грандиозно, но это будет нехорошо для математики. Потому что бесконечно сложные машины Тьюринга являются плохими объектами в рамках математической теории. Бесконечное число языков, допустим, в качестве интерпретации теории мозга мы берем язык информатики и пытаемся описать его в качестве машины Тьюринга. Это будет математически описанный объект, но это никогда не будет объектом математики, а объектом математической теории он никогда не будет. Правильная мысль или неправильная? Ну, в общем и целом, я соглашусь с тем, что вы сказали. Правда, мне кажется, я внесу несколько уточнений. Мы можем, например, если брать ваш пример, мы можем описывать человеческий мозг, например, на человеческий мозг с помощью каких-то математических теорий. Ну, в общем-то, тут даже конкретный пример не особо важен. Физики-теоретики тоже математическим образом описывают какие-то явления и не думают, что они описывают взаимодействие между элементарными частицами или еще с чем-нибудь. Но на самом деле они просто математические теории строят определенного вида, которые потом подтверждаются или опровергаются экспериментально. Если повезет, конечно. То есть, да, строится какая-то математическая теория, которая, мы предполагаем, что эта математическая теория описывает какие-то структурные особенности, например, головного мозга. Но, конечно же, головной мозг и те объекты, которые у нас используются для интерпретации теории, и та структура, которая описывается этой теорией, это далеко не одно и то же. То есть, это как бы математическая модель мозга, если можно так выразиться, но даже говорить о том, что это математическая модель мозга, это не совсем корректно, потому что это просто какая-то математическая модель, и мы думаем, что это мозг. На самом деле, она может быть чем-то, чем угодно, благодаря антологической относительности. Слово «модель» мне кажется вполне уместно, да. Мы пытаемся на каком-то математическом языке описать этот самый мозг, но мозг не есть объект математики, потому что он не принадлежит к структуре никакой математической теории. Ну да, конечно. Вот. И поэтому математически описанный объект не есть объект математики. Ну да. Вот. А объекты математики, они только какие-то отношения в рамках математических теорий между теми или иными паттернами и тому подобное. Вот. Это, в общем-то, здоровая точка зрения на структурализм, очень даже здоровая, поскольку так скажем, структуралистский подход, он в принципе неприложим к чему-то индивидуальному. Ничто индивидуальное не имеет структуры в каком-то корректном смысле слова. Ничто индивидуализированное, как бы вынесенное за рамки серий паттернов не является структурно упорядоченным. Все индивидуальное есть так скажем, ну какой-то шум за рамками структурализма. Может, я не очень ясно выразился? Да нет, в общем-то, я думаю, что мне ясно, о чем идет речь. Да, индивидуальные, отдельно взятые конкретные объекты, они, конечно же, уникальны и по форме по своей, и по тем свойствам, которыми обладают. но благодаря тому, что мы иногда можем на некоторые вещи не обращать внимания, мы замечаем и таким образом постулируем какие-то структурные сходства между разными объектами. не бывают двух одинаковых столов, но иногда мы можем абстрагироваться от того, что эти столы состоят из разных атомов и еще чего-нибудь, и можем выделить какую-то общую форму для них, создав таким образом класс эквивалентности. То есть мы говорим, что эти столы эквивалентны в некотором смысле. Главное, чтобы отношение эквивалентности было рефлексивным, симметричным, транзитивным. Все, большего нам не требуется. В таком случае это вполне здоровая попозиция. Это настоящий структурализм. Мы говорим о паттернах, о сериях объектов, о классах эквиваленции. То есть это настоящая математическая философия математики, вначале. Возможно, хотя в других работах Резник говорит о том, что он строит философскую теорию математики, все же, а не математическую. Он говорит, что он на математическую не собирается замахиваться, в том числе вот из-за того, что невозможно построить теорию структур, математическую теорию структур, потому что тогда эта теория должна себя тоже описывать как-то. Ну, ясно. По крайней мере, структурализм здоровый. Меня-то здесь больше всего интересовал именно Куайн. Куайн в изложении Резника и применение идеи Куайна в рамках структурализма Резника. По отношению к Куайна некоторые вопросы остаются, мне кажется. Можно ли говорить о математике как о первопорядковой теории или о первопорядковых теориях? Вот в этом я немножечко что-то сомневаюсь. Ну да, не всегда первопорядковых будет достаточно. Ну, по крайней мере, недостаточно для построения категоричных теорий. Вот. То есть первопорядковая арифметика, конечно же, пиано, например, не категорична. Там нестандартные модели всякие будут существовать и так далее. Не изоморфные. Второпорядковые будет уже категоричны. Но квайн-то принципиально же против использования второпорядкового и ну да, Как-то ну выводит видимо часть математики область прагматизма, что ли? Может быть, прагматизма. Может быть, для него ну, то есть вот почему второпорядковая логика ему не нравится? да, ну вот точнее не почему, а как бы претензия квайна к второпорядковой логике в том, что второпорядковой логика не логика, она не логическая описывает, а что-то другое описывает, математическая уже. А логическая описывает только максимум первопорядковая логика, с равенством, пусть возьмем. Вот, то есть получается, что математика и логика, видимо, они не соотносятся у квайна таким же образом, как это предполагалось в логицизме, например, или формализме. Ну да, да. Это сложный вопрос, как квайна соотносятся математикой и логикой. Видимо, логика как-то ближе должна быть к нашим теориям, к наиболее важным нашим теориям, к наиболее понятным нам теориям. Но это опять же проглотизм. Куайн говорит о лучших наших теориях. У него такое выражение есть лучшие наши теории. Ну да, в духе пирса предел научного исследования, идеал какой-то. Ну, поскольку этот идеал где-то в будущем, мы должны ориентироваться на самое лучшее, что есть сейчас. Вообще, мне кажется, Куайн у нас очень сильно не понят на русском языке. то есть многих каких-то основополагающих работ, в англоязычной философии всем прекрасно известны, они изучаются студентами, у нас как бы их даже нет. Не то, что они не обсуждаются, и их в принципе у нас нет. Куайна ведения еще непаханное поле, можно так выразить. Резник достаточно оригинально подходит. Понятие домена он вводит для как раз интерпретации Куайна, как я понял, или нет? Мы должны зафиксировать какой-то домен, чтобы дать интерпретацию для теории. Это Куайновская мысль. предпосылочная теория. Они эту же функцию выполняют? Фиксации какого-то домена или нет? Я даже не знаю, как в общую философию Куайна писать. Мне тоже не совсем понятно. Но оригинальная интерпретация удача.